Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Газпром построил и ввел в строй крупнейший гелиевый хаб в мире. Российский концерн Газпром завершил строительство огромного логистического центра по обслуживанию контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. В процедуре запуска предприятия принял участие президент России Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер. Новый гелиевый хаб располагается на площадке территории опережающего развития Надеждинская в Приморском крае недалеко от Владивостока. Данный хаб необходим для обслуживания контейнеров, используемых для транспортировки гелия, который будет производиться на новом, также крупнейшем в мире газоперерабатывающем заводе Амурском ГПЗ. Сами контейнеры способны постоянно поддерживать необходимые температурные условия до минус 269 градусов для сохранения гелия в жиженом состоянии. Доставку гелия в контейнерах будут обеспечивать специально разработанные для этих целей магистральные тягачи КАМАЗ-5490 НЕО с пневматической подвеской. Впоследствии контейнеры с жидким гелием будут погружаться в специализированные морские суда и отправляться в морские порты. Большую часть дорогостоящего гелия Газпром планирует отправлять на экспорт. Стоит отметить, что гелий, традиционно являющийся самым дорогим продуктом переработки газа, с прошлого года вырос в цене в два с лишним раза, а за последние 10 лет его стоимость выросла в 10 раз. Что, в общем-то, неудивительно с учетом все большей востребованности гелия в самых разнообразных отраслях промышленности. Гелий необходим сегодня для производства смартфонов, жидкокристаллических экранов, необходим в авиакосмической и химической промышленности, производстве современных медицинских препаратов. С вводом в строй крупнейшего в мире гелий, гелиевого хаба, Россия войдет в число крупнейших поставщиков данного продукта. На текущий момент Россия производит всего 5 миллионов тонн гелия, который востребован внутренним рынком. Наша доля на мировом рынке составляет лишь 3%. Однако, ввод в строй одного лишь аморского газоперерабатывающего завода позволит увеличить возможности нашей страны по производству гелия сразу в 13 раз, до 65 миллионов тонн. А это около 35% от мирового потребления гелия. Таким образом, благодаря Аморскому ГПЗ и гелиевому хабу, Россия способна занять треть мирового рынка поставки гелия.